Все началось довольно просто. Недалеко от дома одной женщины-вороны выбрали дерево и своим постоянным карканем начали ей мешать. Сначала она пыталась отпугнуть их, бросая палки и камни, но это не принесло результата. В результате женщине пришлось держать окна закрытыми. Однажды она заметила ворону на балконе своей квартиры. Открыв балконную дверь, она бросила птице горсть арахиса. Ворона подхватила угощение и улетела. Это повторялось несколько раз, но в один из дней, вместо того чтобы бросить арахис, женщина просто закрыла шторы. Ворона улетела, но вскоре вернулась, принеся с собой несколько монет. Так началась необычная история взаимоотношений между женщиной и вороной. Она завела блог, где стала делиться рассказами о том, что ворон и приносят ей в благодарность за арахис. Список подарков был разнообразен. Птичьи перья, мелкие металлические предметы, различные камешки, желуди и цветное стекло. Особенно приятным было то, что вороны стали приносить деньги и довольно много. Изначально женщина выкладывала фотографии собранных за день монет, но потом ей подсказали, что за это могут последовать юридические последствия. Она удалила все фотографии с деньгами, хотя в сети все еще можно найти их копии. Несмотря на скептицизм некоторых людей относительно истории о оплате за еду, многие исследования подтверждают, что вороны обладают начальными формами интеллекта, сопоставимыми с интеллектом семилетнего ребенка, и вполне могут понимать суть обмена. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал, всем добра, любите животных.